МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Путин поручил с 1 апреля изменить условия льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках. Ключевая ставка повысится с 7 до 12% годовых. Будет увеличен предельный размер кредита. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российские производители сахара за последнюю неделю резко повысили цены на продукцию. По данным Минсельхоза, стоимость сахара выросла более чем на 13% за 1 кг. 83% российских компаний были вынуждены снизить расходы в марте. По данным аналитического центра НАФИ, в целях оптимизации затрат предприниматели пошли на сокращение штата и уменьшение зарплат. В китайском городе Шанхай из-за вспышки коронавируса введен жесткий локдаун до 5 апреля. Будут закрыты офисы и предприятия. Работа общественного транспорта приостановлена. В грузинских городах Тбилиси и Кутаиси прошли митинги против повышения цен на бензин. За последний месяц топливо подорожало на 12%. Протестующие требуют снижения налога на акциз. К предметному разговору готовы. Накануне встречи с премьер-министром России лидер КПРФ Геннадий Зюганов подробно рассказал о предложениях, подготовленных коммунистами. Главный документ – 20 неотложных мер по преображению России. Будь то бюджет развития, регулированные цены на товары первой необходимости, отмена пенсионного людоедства, прожиточные минимумы 25 тысяч, не ниже этой суммы должны быть сегодня пенсии, зарплаты и все остальное. В противном случае продолжится вымирание страны. Мы положим на стол наш закон образования для всех. Мы также положим три реальные программы – новая целина, устойчивое развитие села и все, что связано с развитием сельхозмушностроения, под которые есть все расчеты, подтвержденные ключевыми предприятиями, с которыми мы последнее время работаем. После начала военно-политической спецоперации на Украине КПРФ стала единственной партией, которая оказалась готова к принципиально новой ситуации. Меры, предложенные Компартией, являются гарантией защиты нашей страны от внешнего давления и фундаментом для формирования устойчивого внутреннего рынка. Мы вновь начинаем с ключевого требования национализации ключевых отраслей экономики и банковской сферы. Мы считаем, что именно это призвано обеспечить устойчивость нашей промышленности, обеспечить ее плановое развитие и послужить делу наполнения российского бюджета для дальнейшего использования этих средств в инвестиционных программах и проектах и в социальной поддержке граждан. КПРФ предлагает и ряд других мер. Среди них создание современного госплана и формирование единого экономического пространства с народными республиками Донбасса. В документе поэтапно показано, как можно удвоить бюджет и создать более эффективную социально-экономическую систему страны. И мы считаем, что этот документ сбалансирован. Он показывает источники, с помощью которых мы готовы удвоить бюджет, создать бюджет развития и обеспечить те затраты, которые необходимы для того, чтобы поддержать промышленность, науку, сельское хозяйство, поддержать материнство, детство, молодежь. Еще один важный документ, который планируется обсудить на встрече с премьер-министром, это предложение по борьбе с нацизмом и фашизмом. У Компартии накоплен большой опыт в этой сфере. Это уникальный опыт великой советской державы, который она проводила в течение почти 10 лет, после разгрома нацистской Германии, на территории, которая подчинялась Гитлеру. Мы провели блестящую эту операцию, а опыт, который мы накопили и в ГДР, и в Венгрии, и в Румынии, и особенно в Финляндии, абсолютно применим и к нынешней обстановке. Геннадий Зюганов заявил, что наши так называемые западные партнеры оказались не готовы к диалогу. Военно-политическая операция стала вынужденной мерой по защите наших граждан. Без военно-политической операции не удалось решить многие проблемы. Та сторона отказалась вести полноценный диалог, а американцы продолжали свою агрессивную политику. Только российский народ определяет судьбу нашей державы. И мы все будем делать для того, чтобы укреплять внутреннее единство в условиях той войны, которую ангелосаксы и америкосы нам объявили. Как отметил лидер КПРФ, сейчас идет попытка уничтожить русский мир, а не просто нашу экономику. Нарастают не только внешние, но и внутренние противоречия. Программа КПРФ предусматривает, как можно успешно и быстро это преодолеть. Борясь против совместных противников, надо максимально сплачивать людей. Но без опоры на великую советскую эпоху сделать это невозможно. Поэтому наша программа отталкивается от уникального опыта российской тысячелетней государственности, которая всегда держалась на сильной исполнительной власти, умной, образованной, грамотной, на высокой духовности, на чувстве коллективизма и житейской справедливости. Если будут опираться на эти четыре главные стержни, тогда у нас будет непременно новые победы и новые успехи. Наша программа, которую мы вносим, как раз базируется прежде всего на этом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова